Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. ЗАГС Собрание поддержало законопроект об отмене транспортного налога для электрокаров. Документ был принят в первом чтении. Авторы законопроекта предлагают освободить от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей мощностью до 100 лошадиных сил. Получить налоговые преференции смогут как юридические лица, так и обычные граждане. Но только на одну машину. Предполагается, что нулевой налог будет стимулировать жителей региона переходить на электрический транспорт. Депутат Роман Титов во время обсуждения отметил, что между чтениями он будет выходить с поправкой, чтобы сначала налоговая льгота действовала не бессрочно, а три года. Этот срок позволит понять, стимулирует ли она переход людей на электромобили. Апелляции по делу Шульгина рассмотрят 17 мая. В Кировском областном суде назначили дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговоры бывшего главы администрации Кирова Ильи Шульгина и экс-руководителя ОДПЕ Алексея Ишутинова. Судьей по делу будет Роман Бронников. В феврале бывших чиновников признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями за приемку дорожных камер, не соответствующих условиям контракта. В итоге Шульгина приговорили к двум с половиной, а Ишутинова к полутора годам лишения свободы. В эфире «Экономика». 21 нарушение зафиксировано с начала действия новых антиалкогольных мер в Кирове. Новые правила продажи алкоголя введены в регионе с 1 марта. На данный момент в соответствии с ними составлен уже 21 протокол. Материалы направлены в суды. Нарушителям грозят штрафы от 20 до 40 тысяч рублей. Об этом на депутатских слушаниях в Гордуме рассказал начальник отдела МВД России по городу Кирову Илья Ульянов. Сейчас в Кировской области запрещено торговать алкоголем в магазинах, находящихся в многоквартирных домах, в частности расположенных в подвалах, цокольных этажах и в тех помещениях, которые были переведены из жилых в нежилые. Кроме того, запрет распространяется на точки общепита, где площадь зала для обслуживания клиентов меньше 50 квадратных метров. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.